Добрый день, дорогие друзья! Я предлагаю сегодня на практическом примере рассмотреть, что же происходит в психике человека, что делает его счастливым, что делает счастливым его жизнь, его восприятие, что дарит нам минуты эмоционального какого-то порыва, открытости, вот эти эйфорийные состояния, блаженства, радости от жизни, энергии жизненной, что позволяет нам в дальнейшем выстраивать классные отношения, быть здоровым, быть реализованным, иметь доходы и так далее. На самом деле в нашей психике есть одна структура, одна структура, которая определяет все в нашей жизни, все остальное под ней. В религии, если говорить, ее называли душа. Но мне очень не нравится, когда нас ассоциируют с сектой и религией. У нас более такой научный подход. Мы относимся к этой реальности, к проявленной, и работаем с ней как с симуляцией. Если бы у нас не было такого подхода, мы бы не смогли добиться тех же результатов, которые мы на сегодняшний день имеем с разными заболеваниями, включая тот же самый аутизм и ДЦП. Поэтому, когда мы начали исследовать вот эту структуру, которая отвечает за вот эти все проявленные моменты, нам захотелось ее назвать игрок. Игрок – это по сути, да? То есть, грубо говоря, эта структура, она отвечает за то, как строится проявленный мир человека. Она играет. И состояния у нее игровые, состояние радости, восторга от этой игры. Настолько прекрасен этот проявленный мир. И нам захотелось ее как-то назвать. Назвать слово «игрок» по-русски, оно как-то не очень хорошо звучит. И мы обратились к латыни. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что игрок по латыни – это людё. Людё – человек, люди. Людей отличает наличие игрока в их психических структурах. Представляете? Наличие души. Сперва был в шок. Не может быть все так просто, ведь в слове «люди» эта структура уже прошита. Ведь откуда-то это слово взялось? Да, оно взялось из латыни. Да, мудрые люди даже так назвали наше человечество и наши проявленные формы. Невероятно, но факт. И как это работает реально в жизни. Несколько дней назад к нам обратилась девушка, это прямой пример такой, на индивидуальную консультацию. Она обратилась со своими вопросами, которые ее тревожили. Отношения, работа, проявленный мир, что и как, почему и зачем в ее жизни случается. И казалось бы, казалось бы, обычная консультация, когда мы рассказываем о прошлом, о будущем, о настоящем, и общаемся с игроком. Конкретно игроку задаем вопросы. Вот этой структуре «люди», «душе» мы задаем вопросы. «Скажи, чем надо заниматься человеку, чтобы он был счастлив?» И мы и написали то, как видит ее проявление душа. И вот момент, когда человек осознанно синхронизируется с этой структурой, начинают происходить чудеса. Чудеса исцеления, чудеса реализации, чудеса в отношениях. Вот это вот соединение «я» проявленного и «я» играющего, когда ходилка-стрелялка слушает того, кто сидит за компом и управляет через мышку. Вот эта синхронизация, она необычайно важна. И вот сегодня я получила письмо. Звучит так. «Наталья, здравствуйте. Спешу поделиться своим восторгом. Я была у вас на индивидуальной консультации. Вы с Андреем мне звучали, что моя душа хочет работать с камнями, делать украшалки. Мозгом я восприняла это нормально, так как люблю бисер и бусины, но ничего толком никогда не делала. Нет навыков. После сеанса я гоняла эту мысль в голове, сходила в библиотеку и набрала книг о бриллиантах. Подала заявку на практический курс по гемологии. А через несколько дней я проснулась, и у меня в голове болтались два имени, которые имели отношение к украшениям и костюмам. Но вот эта жвачка в голове, а нафига тебе это надо? Почему тебе кто-то должен помогать? Я подвисла. Я просто тупо достала свои бусины и начала с ними что-то делать. У меня оказались все материалы, которые для этого требовались. Я просто не верила своим глазам. Фатин, мне пришлось гуглить, что это. И даже он у меня был. А сегодня я заткнула свою жвачку и написала о женщине, которая занимается постановкой спектаклей. И у нее есть костюм, который надо обшить бусинами. И она мне его с радостью даст. И будут еще и другие костюмы. И я могу не только заниматься тем, что мне приносит радость, но еще проявляться вовне. Я просто ликую внутри. Я просто буду делать красоту. Спасибо, Наталья и Андрей. Вы вселяете свет и радость. Софья. Вот это моменты, моменты душевные. Когда душа приходит в синхрон, когда она ликует, когда она благодарна, когда она поет. И это вызывает у нас эмоциональный отклик, потому что мы тоже воспринимаем мир через душу. Понимаете, вот эта структура, она необычайно важна в жизни человека. Она дарит человеку здоровье через наполнение энергии, энергии интереса к жизни, энергии непосредственного включения. Когда мы начали изучать процессы старения у человека в психике, мы заметили одну интересную особенность. Вы можете это отметить и пронаблюдать среди своих возрастных окружающих людей, например, родителей. Как только у человека теряется интерес к жизни, начинает теряться его здоровье, начинается процесс старения. Иногда он запускается в молодые годы. Видишь, человеку, которому ничего не интересно, он уже седой. Вот соизмерьте вот эти вот моменты. Как только теряется нить интереса, теряется нить жизненной энергии. Нить жизненной энергии потерялась. Рассыпается здоровье, рассыпается карьера, реализация, жизнь не нужна. Зачем тогда жить этому телу, если нет интереса? Душа не хочет играть, душа уходит. Вот эта структура людио наша, та, которая делает нас людьми, она просто покидает и уходит. И тело уходит на инкарнацию. Хотите быть здоровыми, хотите долго жить, проявляйтесь, господа, проявляйтесь, играйте. Для этого эта игровая структура приходит в нашу материальную реальность. Через нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова